Шарарама В этом видео мы расскажем вам о нескольких осенних квестах, которые точно смогут погрузить вас в уютное осеннее настроение. Советуем досмотреть видео до конца, потому что в конце вас также ожидает бонус в виде объявления конкурса на кастомную прическу «Озорные кисточки». Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Первый квест, о котором мы сегодня поговорим — «Поиски учебников». Данный квест проходил с сентября по октябрь 2009 года, и, что интересно, был самым первым квестом в истории игры. Цель квеста заключалась в поиске потерянных учебников и решении заранее подготовленных лосяшем головоломок. Примечательно, что в отличие от большинства нынешних квестов, подарки за прохождение квеста «Поиски учебников» могли получить абсолютно все смешарики, даже те, у которых не было шараран-карты. После прохождения квеста смешарики получали приз в виде ученой шапки, которая, кстати, позднее использовалась как прототип для шапок, отображающих уровень магического мастерства. Также интересным фактом является то, что иконка данного квеста — рисунок фиолетовой шапки мага — впоследствии стала иконкой, отображающейся в школе магов за счетной книжки смешарика, в которой отображается процесс игрока по получению следующего уровня мага. Следующий квест — «Гербарий Ёжика». Суть данного квеста заключалась в поиске листьев в разных локациях шарарама. Всего нужно было найти 10 листьев. Как красиво осенью, так и хочется задержать теплые дни и яркие листья. Выдумщик Каркарыч советует всем собрать осень в альбомчик. «Это же так просто», — говорил Ёжик, сидя у костра. «Гербарий Ёжика» проходил аж два раза. Впервые — осенью 2009 года, а повторно — осенью 2010. Несмотря на то, что в геймплейном аспекте различий между оригинальным квестом и его повтором не было, после успешного прохождения смешариком предлагались разные призы. В 2009 году за нахождение всех листьев игроки получали фон осенней и вазу с осенними листьями, а в 2010 они получали осеннюю шапку. В отличие от поиска учебников, данный квест полностью могли пройти только владельцы шарарам карты или волшебных смешинок, так как один листочек находился в подводном мире, доступ к которому в те времена открывался только после приобретения гидрокостюма. И последний на сегодня квест — «Азбука разбежалась». Данный квест проходил вперед с 14 по 27 сентября 2012 года. Это был первый короткий квест в Шарараме, он длился всего 2 недели. По сюжету квеста смешарики небрежно обходились с азбукой и буквами, поэтому буквы обиделись и разбежались кто куда. А без букв никто не может нормально жить, смешарикам приходят не те письма, да и вообще путается всё на свете. Основная цель квеста — скорее отыскать буквы и вернуть их на свои места. Для этого смешарикам нужно было найти 10 букв, которые прятались в разных локациях Шарарама, параллельно решая головоломки. После этого наступала вторая часть квеста, которая по большей части была завязана на сборе определенных предметов. На данном этапе смешарикам предлагалась возможность покупки этих предметов за румбики. После прохождения частей квеста умникуз вручал подарки. За первую часть — фон буквы, а за вторую — буквенный дископол в домик. На этом видео об осенних квестах Шарарама подходит к концу. Надеемся, что вам было интересно узнать много нового. А также, если вы хотите снова попытать свою удачу, принимайте участие в конкурсе в нашей официальной группе во Вконтакте. Главный приз розыгрыша — прическа, зорные кисточки. Прочитать условия конкурса и принять в нём участие вы можете под постом и в группе во Вконтакте. Ссылка скоро появится в комментариях. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком и подпиской. Всем спасибо за просмотр, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok